Приветствую вас! Не споря со своими коллегами, да, и не противоречивая им в их позиции относительно того, что ребёнка нужно отвести к детскому психологу и в том, что вот так через интернет мы не поможем. Не споря со своими коллегами в этом, мне бы хотелось всё равно дать несколько рекомендаций, ну просто потому, что вы обратились к нам. Я понимаю, что, ну может быть вы не можете сейчас обратиться к детскому психологу со своёобразными. Вот, смотрите, давайте подумаем, для чего ребёнку придумывать призраков? Зачем? Почему она боится? Откуда у неё страх? Сама она вряд ли бы стала бояться каких-то призраков. Сама бы она, скорее всего, даже не задумалась бы о том, что они есть. Такие. Ну, призраки я имею ввиду. Вот, значит, дело здесь, ну, в чём-то другом, я так подозреваю. Дело здесь заключается в какой-то другой истории. Страх вашему ребёнку для чего это нужен? Вот и давайте подумаем, для чего нужен ребёнку вашему страх? Зачем ей бояться? Для чего ей бояться? Вот. На мой взгляд, это очень важный момент, на мой взгляд, это очень важная история, потому что именно от того, как обстоят дела с вашим ребёнком, да, как обстоят дела с её гармонией, да, с реализацией её желаний, с гармонией в вашей семье, ну, ни много, ни мало, зависит то, как она себя чувствует. То есть у этого всего есть причины. Самая такая очевидная выгода, на мой взгляд, у ребёнка, это внимание. Она хочет таким образом получить к себе внимание. Почему она раньше оставалась у Бобрука, а теперь не остаётся? То есть, что изменилось? Это очень важно выяснить. Очень важно выяснить и понять. Ага. А тут, смотрите. Вашей дочери десять лет. Одни люди достаточно большой ребёнок. Практически подросток. Ага. Значит, каждую ночь мы мучаемся без чьи на маме или бабе, чтобы заснуть. Понимаете, как давно она вот так спит? То есть она всегда спит с мамой или папой? Спала. Всегда она спала с мамой или папой? Или был когда-то период, когда она так не спала? Ведь есть же время, когда ребёнок спит со своей мамой и это нормально. А потом она, ну девочка должна была перерости. Но она почему-то не переросла. Почему-то. Почему-то. Почему-то она не переросла. И у меня к вам вопрос, да? То есть насколько вы позволяете ей быть самостоятельной? Насколько она у вас самостоятельна? Насколько она чувствует себя самостоятельно? Насколько ей хорошо? Насколько вы отграничиваете себя от неё? И отграничиваете ли? Понимаете? Вот. То есть вкладывает за меня такое ощущение, что чересчур сильно вы её опекаете, складывает за меня такое ощущение, что ну слишком сильно вы её воспринимаете как маленькую. вот. Особенно если, ну если, как, если она у вас единственный ребёнок в семье, вот, и все ресурсы, которые есть. Ну, у вас, у дедушек и бабушек, к примеру, вот, направлены исключительно только на неё. Вот. То есть это достаточно частое явление. Ну, вот. Вот. Здесь рекомендации, да, вот, такие, чисто исходя из того, что вы написали, могут быть. С одной стороны, посмотреть, как вы взаимодействуете с ребёнком, да, насколько, ну, насколько девочка полноправный член семьи вашей, насколько она имеет право голоса в вашей семье, в вашей семье, имеет ли она право голоса в вашей семье. Вот. Вот. Как вы с ней общаетесь? То есть я имею в виду, ну, ну, как вы выстраиваете с ней общение? Вот. Позволяете ли вы ей решать какие-то важные вопросы? Вот. Чувствует ли она себя важной и значимой для вас? Не как ребёнок, да, а как уже, вот, полноправный взрослый. Десять лет – это уже тот возраст, когда, в принципе, ну, в принципе, пора. Вот. И, соответственно, как часто вы ребёнку говорите «нет», и говорите ли вы, и говорите ли вы вообще ей «нет». «нет». То есть, вот, по сути, да, по сути. Вот вы говорите, что, значит, так, плачет, не спит, истерику закатывает. Ну, а сколько она, так, вот так, истерику закатывает? Самое главное, у кого она научилась истерике закатывать? Самое главное, что такое истерика? Знаете, вот что есть истерика? Вообще. Истерика – это болезненная потребность во внимание. А привлеки – это кто? Это какие-то нерешённые проблемы и страхи вашего ребёнка. Вот. Откуда они у них появились, призраки и страхи? Это, возможно, ваши страхи собственные в карме. Вот. Так что, это, нужно разбирать. Хорошее ощущение, что дочка отражает ваши тревоги и страхи. Вы говорите, что раньше оставался у бобручек, наверное, который написал, а теперь никому не идёт. А почему никому не идёт? Это, ну, по какой причине никому не идёт? Слышняется, боится, ну, того, что, ну, своего страха боится. Вот. Или как? Или просто боится, что её не поймут теперь. То есть, вот, понимаете, какая ссора. Испуганный ребёнок, если это действительно испуганный ребёнок, он боится. Он сделает всё, чтобы купировать свой страх. Девочка использует механизм получения того, что ей нужно, так, как это работает. То есть, она реализует свои желания таким способом, какой эффективен. Вот. Потому что, когда она устроила первую истерику, вы, соответственно, ну, вероятно, пошли ей навстречу. Вот, вы, вероятно, ну, как-то потакали ей. Вот. Что и определило её такое закрепление поведения. Вот. Здесь не бороться, не бороться нужно. То есть, серьёзно, у вас на постановку вопрос в корне неверно. Не бороться нужно. А нужно ребёнку позволить сделать то, что она хочет. Вот. То есть, она боится призраков и нечисти. Ну, хорошо, что боится призраков и нечисти. Думает, что с вами призраки и нечисти не придут. Но всё равно будет бояться, пока сама не увидишь, что этого ничего нет. Вот. Если за этим ничего не скрывается, если за этим не скрываются какие-то ваши отношения в семье. Там это призраки и нечисть это что-то зло, это что-то опасность, что-то для ребёнка это что-то угрожающее. Прямо. Вот. И откуда-то это она взяла. Поэтому, это можете знать, пожалуй, только вы. Больше никто. Так что, прежде чем привести ребёнка к детскому психологу, вот, что в таком возрасте может, ну, не то чтобы негативно прямо, но не очень хорошо, не очень хорошо сказаться на ней. Вот. Возьмите пару консультаций у психолога Сана. Ведите отображение родителей. То, как вы ведёте себя с ребёнком и демонстрируете сам ребёнок. На данный момент то, что я вижу, можно назвать гиперопекой, гиперопекой и, ну, возможно, критикующим, ну, таким, сверхзаботливым родителем. Вот. То, что я вижу. Вот. Понимаете? Какая история. На мой взгляд, это, вот, очень важный момент, на мой взгляд, это очень важный аспект, который нужно исследовать. Вот. Пожалуй, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...